На прошлой неделе министр МВД Рашид Нургалеев объявил о том, что берет под личный контроль расследование ДТП на Ленинском проспекте, и это расследование будет идти объективно. После этого заявления родственники погибших в аварии женщины и общественность надеялись на то, что наконец будет найдено и обнародано реальное видео с места ДТП. Однако прошла фактически неделя, и этого не случилось. Напомним, что ранее руководство ГИБДД утверждало, что сохранилась лишь одна видеосъемка. Весьма размытое, да и момента ДТП на ней не видно. В то же время адвокат семьи погибших Игорь Трунов утверждает, что на месте ДТП стоят как минимум 15 видеокамер. Мы выехали на место, чтобы выяснить, действительно ли сотрудники ГИБДД могут располагать реальной видеосъемкой, которую просто не хотят обнародовать. Итак, по заверениям адвоката, на месте ДТП 15 видеокамер. Из них шесть расположены на многочисленных ресторанах и магазинах, которые находятся поблизости от места аварии. Так вот, на эти камеры рассчитывать не стоит. Они направлены на фасад здания и в лучшем случае смотрят на рядом стоящую парковку, но не на дорогу. Что же касается камер над дорогой, то всего их девять. Из них семь не смотрят на место ДТП, а они фиксируют въезды и выезды с третьего транспортного кольца. Интерес представляют две другие видеокамеры. Съемку именно с этой видеокамеры и показала народу ГИБДД. Эта камера обычно смотрит в область, но в день аварии, как утверждают гаишники, они ее зачем-то повернули в центр и, разумеется, увидели щит, который, собственно, и перекрывает место аварии. А вот другая камера, она находится чуть дальше от первой, примерно в 500 метрах. И чуть выше, благодаря этому она смотрит поверх щита и выхватывает то место, где произошла авария. Однако об этой камере гаишники молчат и почему-то не спешат обнародовать съемку.